Малимана, костюмы нам не по размеру А я что сделаю? Школа у нас небогатая Все, что осталось от первоклашек Но я был прекрасным оленем Розглядяй, насчет прекрасного я не согласна А насчет оленя? Ребята, нам надо приготовить спектакль на Новый год первоклашкам Давайте поставим золотой ключик У тебя, я смотрю, ничего не меняется Мысли только о бабках А ты что предложишь? Курочка-раба Золотарева будет нести золотые яйца А бедного будет мышь Сам ты мышь Давайте поставим сказку Жизнь и смерть двух баранов А что, такая сказка реально есть? Нет, но бараны есть Ребята, поставьте лайк И Дед Мороз обязательно принесет вам то, что вы загадали Один, два, три Круто! Он вас услышал Лучше сделаем сказку про бабу Ягу Черного Оскар получит Отлично Давно хотела зажарить Аленушку Афиногенушку И его тупула браться Иванушку А я хотела бы сказку про Ромео и Джульетту Я Джульетта А я Ромео Вот, Джульетта, я тебя бросаю Травись одна, а у меня еще дела О, Ромео, милый мой Ромео Придется выбрать или травануться, или двойку за год Ну ладно, Иван Ромео, милый мой Ромео, ты не Ромео, а ГГ какашка А я думаю, надо сделать сказку про Дюймовочку Точно, ты как раз подходишь на роль жабы А ты претендуешь на роль Дюймовочки? Росгильдяев, соглашайся, тебе очень пойдет розовое платье Дурацкая сказка, Дюймовочка Чебурашка, лучше? НЕ? Чебурашка Устроили тут фырк с конями С барадами Ахахахахахаха Раз вы и не можете определиться, какой спектакль будем ставить Завтра приносите костюмы Ну сделайте или найдете И по ним уже будем ставить спектакль Марья Ивановна, но у меня нет А кто придет без костюма, поставлю два А может По всем предметам О, умного, привет Привет Умного, ты опять креатива Я одела костюм отличница Вообще-то Я учитель Что тут непонятного Умного, все понятно Ты фанат школы А я смотрю, ты тоже без костюма Я вообще-то олень Это-то ясно А почему без костюма? А ну, челядь Проклоните колено Золотарева Я и западать могу Ну ладно, ладно Надо было попробовать-то Беднова, ты из леса вестима От дровосека сбежала Не обращай внимания Он сегодня без костюма Я же говорю, я олень Я и не спорю Разглядяем Сегодня награду за самый дурацкий костюм Получишь точно ты Разгидяем Прочти на пролете У нас новый победитель О, чернова, ты так прекрасна Может, ты еще и летать умеешь? Чтобы я еще раз попросила маму Купить мне нововольный костюм Чернова, лети сюда Лучше лети сюда И подкинь волшебные пыльцы Я лучше крысу подкину Которая вот там вот бегает Афиногенов, ты что, снегурку убил? Ага, еще и съел Совсем что ли? Афиногенов, ты просто мой спаситель Теперь я, да, я выгляжу как дура Я вообще-то не дура А я бы вообще поссорила Афиногенов, забери свою дурацкую маску И отдай мой костюм Кингом жив! Боже! К нам приехал цирк? Вы же сами сказали прийти в костюмах Но я не просила брать их на прокат в дурдоме Красоткина, кто тебе сделал такую неудачную пластическую операцию? Это Афиногенов украл мой костюм Снегурочка, дедушку в школу вызывай И пусть он мне захватит новый айфон А то я зря вас тут терплю, что ли, целый год Я поняла, что с такими костюмами Спектакль мы можем поставить только в дурдоме Поэтому я запасливая И принесла вам правильные костюмы Будем ставить спектакль Колобок Колобок. Что, фу? Посмотрите на себя. Мне детей жалко, которые увидят такой кошмар. Вот костюмы. А сказку, я думаю, вы сами поставите. Ну почему я колобок? Что за жуткий цвет? Этот костюм тебе очень идет. И тем более, я поняла, что ты полюбила яркие цвета. Да, Мария Ивановна, вы правильно сделали. Черновый пажат, и желтый, и розовый. Ну почему? Золотаревый нормальный костюм. Потому что на спектакле будет ее папа. Мой вообще-то тоже будет. Но твой папа не принесет с собой новенький ноутбук для школы. Мария Ивановна, костюмы нам не по размеру. А я что сделаю? Школа у нас небогатая. Все, что осталось от первоклассников. Ну я был прекрасным оленем. Разглядяй, насчет прекрасного я не согласна. А насчет оленя? Беднова, ты тогда дед? Умнова, ты баба. Я какая-то страшная баба. Умнова, тебе очень повезло, что при такой красоте тебе попался вполне приличный дед. А я буду медведем, что ли? Красоткина, медведи сейчас в спячке. Так что оставайся-ка ты мартышкой. Дети, идите репетируйте на сцену, а я приду потом проверю. Уж сказку-то, колобок, вы, надеюсь, не забыли? Так, ну что, вы все приготовили? Все, внимательно вас слушаю и смотрю. Я колобок. Я не поняла, а почему колобок черный? Ну, Мария Ивановна, я же не виновата, что у бабки моей руки не с того места остыли. что сожгла на меня. Уходи, колобок, ты там не нравишься. Сидел колобок три дня и три ночи. Не понял, что жизнь сложная штука. Бабка, детка, я вас съем. Не ешь мне, колобок, я на тебя дом перепишу. Отлично. I'll be back. Эй, Заяц, я тебя съем. Не, не ешь меня, колобок. Вот, я тебе московку подаю. Ладно, это раз, хватит. Завтра еще две принесешь. Эй, волчан, я тебя съем. Не ешь меня, я тебе зайца подарю. не ешь меня, колобок. Не ешь меня, колобок. помнишь, ты лису искал? Хотел отомстить за брата. Я знаю, где она. Молодец, обезьяна. Ну, спойню песню, что ли. Чудо-возгар, чудо-возгар, жить на нем легко и просто. Стой, обезьяна, тебе медведь на ухо наступил. Лиса, лиса, выходи, я тебя есть буду. Колобочек, колобочек, миленький, колобочек, колобочек, может тебе помочь, чем? А знаешь, лиса, выходи за меня замуж. И стали они жить, поживать, да зайцем цуновили. А волка и обезьяна у них свидетелями были. Отец с бабкой домик молодой семье отдали. А сады в однушку под Калугой переехали. А тут сказочки конец, тот, кто слушал, молодец. Все сели на свои места. Знаете что? Да ну этот спектакль. Давайте лучше песню первоклашкам на Новый Год выучим. Несмотря на милое личико, алка... Новогоднюю Афиногена. Ну Марья, ванна. Дурацкая сказка, дерьмоочка. Чебурашка лучше. Получишь точно ты. Получишь точно ты. Я поняла, что с такими костюмами спектакль... Спектакль? Я ж не виновата, что у моей бабки руки из образа. Эй, Тать, я тебя сожру. Глобочек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова